МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня реформа – это не политический лозунг, это конкретные решения, тяжелые и непопулярные, но крайне необходимые нашему государству. Национальный банк прилагает максимум усилий, чтобы сохранить стабильность банковского сектора и всей финансовой системы, считает Валерия Гонтарева. Председатель НБУ также сообщила, что регулятор имеет четкое представление о дорожной карте изменений в финансовом секторе. Председатель НБУ Гонтарева назначена в состав надсовета реформ в соответствии с указом президента Украины от 22 декабря этого года. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева примет участие в заседании Верховной Рады 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Валерия Гонтарева проинформирует народных депутатов относительно текущего состояния дел на денежно-кредитном рынке и в банковском секторе страны. Также в сообщении говорится, что председатель НБУ готова к конструктивному диалогу с парламентариями относительно путей стабилизации отечественной экономики и первоочередных шагов органов власти в этом направлении. Верховная Рада уже на ближайшем заседании должна принять первый пакет реформы из 15 законопроектов. Об этом заявил премьер-министр Арсений Аценюк на заседании правительства. О чем еще говорили на Кабмине, спросим у нашего корреспондента Натальи Пругар. Наташа, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Виктория. Несомненно, что самой важной темой сегодня на заседании правительства стало обсуждение принятия главного финансового документа на следующий год. Итак, Арсений Аценюк сказал, что принятие бюджета необходимо уже сейчас и призвал всех депутатов, в частности, коалициантов, что сейчас не время для кулуарных игр и нельзя спекулировать на теме бюджета. Также выразил надежду, что уже завтра, может быть, что депутаты утвердят в целом пакет из 15 законов, которые легли в основу бюджета на следующий год. Предлагаю послушать премьера. Публично обращаюсь ко всем лидерам политических сил коалиции. Публично обращаюсь ко всем лидерам политических сил коалиции. Блок Петра Порошенко, за Народный фронт я отвечаю, партия Батькивщина, Тимошенко Юлия Владимировна, наши партнеры из Самопомощи и Радикальная партия. Коалицию сформировали, программу действий правительства проголосовали, членов правительства делегировали. Народу Украины обещали, теперь осталось выполнить. Конечно же, министры не оставили без внимания тему аварийных отключений электроэнергии. Профильный министр Владимир Демчишин подтвердил информацию, что сегодня отключали свет и в Крыму. И сказал, что такая практика будет продолжаться, в частности, сколько будет такое и на материковой части Украины. Тем не менее, сейчас профильное министерство вместе с правительством ищут альтернативные пути выхода из этой складнейшей ситуации. И в частности, как сказал министр, уже ведутся переговоры об импорте электроэнергии соседних стран. Предлагаю послушать. Кроме России, это Молдова и Беларусь. Я думаю, что в ближайшее время решение будет найдено. Электроэнергию мы сможем импортировать из соседних стран. И как только будет возможность завозить уголь из России, эта ситуация еще дополнительно поможет стабилизировать энергосистему Украины. Заявили сегодня в правительстве и о том, что подготовили очередную гуманитарную помощь для Донбасса. Итак, завтра из Харкова отправится 326 тонн помощи для социально незащищенных слоев населения. В частности, для интернатов и домов престарелых. Виктория. Спасибо, Наташа. Напомню, на связи со студией была наш корреспондент Наталья Пругар. Патрульная полицейская служба вместо ГАИ появится в Киеве к весне будущего года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке. По его словам, уже в конце января будет объявлен набор в новую патрульную службу столицы. Принимать желающих будут на конкурсной основе. Затем они три месяца будут проходить обучение и тренинги. Далее, ожидает министр, аналогичная реорганизация развернется в больших и малых городах страны. Арсен Аваков отмечает, что набор в создаваемую патрульную службу открыт для всех. Военных, милиционеров, студентов и дипломированных специалистов. Главное, принципиальный и доброжелательный настрой на новое качество службы. В рабочем кабинете замглавы МВД руководители аппарата Сергея Чеботаря выявили два прослушивающих устройства. Чиновник намерен обратиться с заявлением в Генпрокуратуру. Об этом сообщается на сайте МВД. По словам Чеботаря, правоохранительные органы находятся на пороге реформирования и ведут активную борьбу с коррупцией. Сейчас против них и против государства в целом идет полноценная война. Поэтому не исключено, что кто-то из сотрудников МВД работает в интересах соседнего государства. По мнению Чеботаря, установка подобного записывающего устройства могла быть связана с бывшим руководством МВД. К таким выводам пришли исходя из того, что Министерство внутренних дел – это режимные объекты и доступ к зданию ограничен. Кроме того, по словам специалистов, чтобы установить подобное устройство, понадобился бы не один час. Камера, которая работала круглосуточно, могла передавать как видео, так и аудиосигнал. Личные интересы они поставили выше государственных. Они игнорируют интересы государства. А имея такую информацию, могли передавать ее лицам, которые на сегодняшний день работают против Украины. Буду обращаться в прокуратуру для того, чтобы провести всестороннее расследование. Встреча трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе начнется в Минске в 4 часа дня по киевскому времени. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый. Заседание пройдет в закрытом формате, без участия прессы. Ранее представитель БСЕ Хайдита Льявини сообщил, что на встрече обсудят 4 блока вопросов. Речь пойдет о прекращении огня, отводе тяжелой техники, обмене пленными и доставке гуманитарных грузов на территории, подконтрольные боевикам, для предотвращения там гуманитарной катастрофы. Глава украинского МИДа Павел Климкин, в свою очередь, заявил, что основной вопрос, который будет обсуждаться во время переговоров, это выполнение минских договоренностей. Следующий этап переговоров трехсторонней контактной группы в Минске запланирован на 26 декабря. Мы планируем такое заседание. Пока что переговоры ведутся. Мы не знаем, будет ли достаточно одного заседания. Но у нас есть повестка дня, которую я на сегодня обрисовал. Нам нужны не разговоры, а реальный прогресс. И вопрос не в дате заседаний, а в том, чтобы достичь этого результата. И я благодарен всем, кто над этим работает. Я очень надеюсь, что эту конструктивную дискуссию продолжат, что поможет конкретному исполнению всех этих пунктов. Сейчас зима, гуманитарная ситуация не будет улучшаться, по крайней мере, несколько месяцев. Поэтому мы должны делать конкретные шаги в гуманитарной сфере, а также в экономике. Я верю, что мы сможем договориться о многих вещах при доброй воле всех сторон. Мы должны быть способны достичь прогресса. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое украинских военных. Погибших нет. Об этом заявил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливают позиции украинских военных из всех видов оружия. Наиболее напряженными участками за минувшие сутки были Донецкий аэропорт, поселок Пески, Дебальцево и Станица Луганская. Кроме этого, бандформирование на предприятиях Донецкой области, неподконтрольных украинской власти, наладили производство оружия. Подтвердилась информация о том, что на предприятиях Донецкой области, которые находятся под контролем боевиков, налаживается выпуск оружия, предназначенного для террористических группировок, в том числе и минометов. За последние сутки в Петровском районе Донецка отмечено наращивание живой силы боевиков. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его данным, это порядка 100 российских солдат-контрактников. Все они экипированы под террористов. Кроме этого, возле населенного пункта Снежное зафиксировано перемещение до 400 российских наемников, прошедших подготовку в учебном лагере в Ростове-на-Дону. В сопровождении вооруженных российских военных они направляются в Донецк. Также отмечена переброска пяти танков и конвоя снабжения противника для тактических групп российских войск в районе Бахмутской трассы. Украина, будучи суверенной страной, вправе сама определять свое будущее. Об этом заявил генсекон Пан Гимун в контексте отмены внеблокого статуса Украины. Он подчеркнул, что ни одно государство не может помешать стране сделать выбор в пользу европейского будущего, в том числе и России. Тем не менее, Пан Гимун сделал акцент. Чтобы Украина стала членом ЕС, ей необходимо выполнить ряд требований, в том числе и провести реформы. И далее информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok